Значит, что касается дорог, то также адресно все дороги, которые я уже несколько раз перечислял, сейчас я, наверное, говорить о них не буду, адресно тоже займет время, общая сумма, дополнительная сумма ко всем тем, которые еще у нас были в бюджете, мы решили выделить и утвердили на Совете депутатов более 24 миллионов рублей. В ближайшее время выйдут сметы и мы начинаем конкурсные работы. Работа будет начата уже скоро, в июне месяце. Большая работа, очень большая работа. Администрация Кингисевского района выходит на субботник вместе, наверное, и с вами, Александр Иванович, с вашим аппаратом совместно, надеюсь. Мы решили выйти, чтобы уже сделать окончательную зачистку, выйти на субботник 05.05 в 14.00. Если вам это неудобно, выбирайте любой день этой недели или же между праздниками 4, 5, 6 число. По подходам, пешеходным переходам на наши границы. Это Парусинка и основной переход МАП. Собрали очень большое совещание всех структур и таможенных, и пограничных, и подрядчиков, и заказчиков. Было серьезное совещание, где я принял решение, несмотря на очень тяжелое материальное положение Ивангорода и района в принципе в целом, район изыскал возможность дополнительно Ивангороду выделить 2 миллиона рублей на предпроектные работы, на составление СМЕД, на то, чтобы мы могли все-таки сделать благоустройство, и чтобы не ударить лицом, когда откроются эти два перехода в новом виде, чтобы у нас не осталось вот такое безобразие, которое сегодня есть на подходах к нашим границам пешеходным. Определили компанию, которая сделала нам уже 3D-модели, сделали презентацию. Выглядит здесь все очень красиво и респектабельно, и нам не будет стыдно за нашу родину, за Ленинградскую область, за Кингисепский район и за Ивангород, если мы реализуем эту программу. Правительство Ленинградской области уже выделило на эти виды работ около 5 миллионов рублей, по-моему, 5 точно. Итого мы в балансе имеем 7 миллионов рублей, но этого крайне недостаточно, чтобы произвести эти работы. Мне удалось за те 2 недели, пока я был на больничном, встретиться с губернатором Ленинградской области, побывать в Москве, провести еще ряд очень много разных полезных встреч, о чем я позже расскажу. Но Александр Юрьевич просил именно сегодня сказать на аппаратном расширенном совещании о том, что он поддерживает то, что мы делаем сегодня с Ивангородом. И после того, как мы сделаем сметные расчеты, пообещал дополнительно выделить финансирование на производство этих работ. Для нас это очень важно, это лицо нашей Родины, еще раз подчеркну. И надеюсь, что за летний период мы преодолеем все эти сложности и реализуем эти два проекта, за которые будем гордиться как за себя, так и за нашу Родину. В рабочем порядке, нарушений происшествий нет, 9 мая готово. У нас помимо традиционных памятников и мероприятий будет еще объезд, не объезд, велопоход по местам Барьев. Вместе с норвитянами мы поедем к памятнику, который находится в лесу. За газовой будкой название памятника мы не придумали. До 9 мая в праздничные дни мы памятник поедем покрасим. Он в нормальном состоянии, мы его ремонтировали, но в красном. В 9 мая согласно плану, все. Проблемы нет. Хорошо. Пока у нас исполняют обязанности, не было никаких кадров изменений по должности. Исполняющая обязанности главы администрации действительно согласованы. Думаю, заместители главы администрации. В будущем я надеюсь, что действительно все это произойдет. Пока проводятся мероприятия, активно проводятся мероприятия в рамках подготовки. 9 мая по проведению месячника благоустройства и мероприятия по выполнению муниципальных программ. Памятники готовы. Готовимся в бессмертный полк провести, готовим фотографии. Сегодня будет митинг, салют, поздравление, бессмертный, праздничный концерт вечера. Молодцы. Молодцы, спасибо. Как я со своим медитаром провести мероприятие в Глубой Декрыла. К нам приедет представитель пятишколы и кадетовики из Градштадта. Ну, так же, как и все остальные, субботник часто уже проведена. Ну, погодные условия пока не позволяют все сделать. Но, тем не менее, у нас памятники в нормальном состоянии, только чисто уборка. Уборка чисто. Да, да. Территория, согласно плану мероприятий, готовимся к 9 мая. И у нас привезен и установлен камень для встречи губернатора. И от начала открытия стресса, мы готовы. Там уже стоит. Стоит. Уважаемые участники аппаратного совещания, ну, я, наверное, у меня вопрос называется о проведении майских праздников мероприятий, но я начну все-таки с конца апреля. Посвященный 71-й годовщине Великой Победы начался уже в апреле. В библиотеках района пройдут книжные выставки, патриотические часы, выставки рисунков детей, посвященные этой памятной дате. В культурно-досуговых учреждениях района состоятся концерты, акции, посвященные 9 мая и торжественные митинги и угрозных захоронений. Уже стартовала акция «Георгиевская ленточка». Первый этап акции прошел 22 апреля. Сегодня, 25 апреля, пройдет второй этап. Еще две даты, 27 апреля и 2 мая. Место проведения акции – площадку торгового центра «Норд». Значит, 1 мая – это также праздник наш государственный, праздник весны и труда. Несколько политических партий заявились о проведении мероприятий, в том числе и партии КПРФ, партия «Единая Россия», «Молодая партия». Количество участников до 500 человек с 11 до 13.30. Значит, пройдет праздничное шествие и митинг на площадке у «Георгиевской ленточки». Организация учреждений города, посвященную Дню Победы, в прошлом году собрал более 1000 участников. В этом году ожидаемое количество участников – 1400 человек. Дата и время проведения – 8 мая с 12 до 13.30. Заканчивается программа праздничных мероприятий «Фейерверком-23.30». Я инспектор отдела надзорно-действитель Северского района Мишанов, ясно Сергеевич. Вам вкратце расскажу о пожароопасном периоде. Вначале я бы хотел коснуться нормативных документов, которые регламентируют пожарную безопасность. У нас сейчас поменялись главы, специалисты и, может быть, некоторые не все знают, какие нормативные документы регламентируют пожарную безопасность. Я назову только три основных федеральных закона и статьи. Вы все пометьте и познакомьтесь с ними, чтобы, когда мы вам пишем запросы, получать грамотные ответы, так как я получил с одного поселения ответ, что нормативные правы акты в этом поселении не разрабатывались по пожарной безопасности, так как населенные пункты не попадают в зону лесных пожаров. У нас в районе 65 населенных пунктов находятся вне нормативного времени прибытия подразделений пожарной охраны. Что это значит? Это значит, что те 20 минут, которые для сельских поселений выделены для прибытия пожарной охраны, они не укладываются. То есть расстояние до пожарных частей там 20, 30 и даже больше 40 километров в некоторых населенных пунктах. Из этих 65 населенных пунктов 9 находятся непосредственно в близости к лесным массивам и подвержены угрозе лесных пожаров. Согласно постановлению губернатора Ленинградского области 2014 года, 15 населенных пунктов Мексевского района внесены в список пожароопасных населенных пунктов под меками, чтобы наконец-то это 15-метровый противопожарный разрыв выпилить или вырубить. Вот хотел бы просто попросить, что к следующему году активизировали работу с лесниками и убрали эти населенные пункты, как это иначе. Вопросы первые это то, что вы все знаете, выделено федеральное финансирование на этот год с выполнением работы с лесниками и зрителей, в том числе и конструкция. То, что все главы администрации сельских поселений знают. Поэтому у меня просьба, работаем у нас 7-дневная рабочая неделя. Сельских поселений планы работы в части спиливания деревьев. То есть мы готовы и провода пускать, и как в общем место готовить, потому что за эти выходные у нас, будем, третий лица шибли опору, и один человек, это тот, который у дома осину спилил, ну и 4 провода повредить. Мы готовы в плановом режиме выезжать и эти работы помогать делать. Вопросы первого образования Кингисепский муниципальный район Ленинградской области, финалисту всероссийского конкурса лучших муниципальных практик за вклад в развитие Министерства основного управления Российской Федерации. Что такое ключевое слово практик? Мы первые и единственные были по внедрению в энергосервисных контракт. Вы знаете, что город Кингисепп уже длительное время освещается светодиодными лампами. Мы экономим миллионы и миллионы рублей. Это была первая практика практически на Северо-Западе, а может быть даже и в Российской Федерации так глубоко не влезала. Нас отметили этой благодарностью, и я по заслугам хотел бы вручить эту благодарность Смирнову Евгению Павловичу с передачей Елены Павловны в музей. За работу поддержать. Хочу вам передать от комбинатора вам дать следующее письмо. Уважаемый Виктор Еленович, Ленинская область восстойна первой премии «Золотой знак» смотрок конкурса субъектов Российской Федерации «Новое трудостроительство» Ленинская комплексные проекты развития территории в рамках 23-го международного фестиваля «Золотчество-2015», состоявшегося в Москве в октябре 2015 года. Благодарю вас за активное участие в подготовке в стадии Церевьевской области. Это угроза Ленинская область и отцена Казахстана. Казахстана Сергея Генчевна вручается Берия Петровна Смирновой к председателю общественной организации «Российский союз» в бывших колоритиях кузников фашистских консобирей. Сергей Евгеньевич Нарышкин передал полику в суд книг «Детский дом». Конечно, там была счастья. Совершеннолетними комиссии по делам Совершеннолетних и защитных прав Гилевой Ольги Владимировны. Поздравляю. Так держать. За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм. Добросовестный труд и высокий профессионализм. Номинацией «Лучший воспитатель учреждения социального обслуживания» награждается Дик Терева Ирина Ивановна. Воспитатель социально-регистрационного центра для несовершеннолетних. За многолетний и добросовестный труд в развитии популяризации физической культуры и спорта вручается Жмурковой Ольге Борисовне. Спасибо за работу. Министерство отдела экономического развития, комитета экономического развития и инвестиционной политики Грекова Елене Финне за добросовестный труд, образцовое исполнение служебных обязанностей. Муниципальное образование Кингисистский муниципальный район вручается главе администрации муниципального образования Уземкин с Газельское поселение Исминовича Юрия Анатольевича. Спасибо за работу. Всем хорошей работы и до встречи.